...вот, но гормональная коррекция и омоложение не дублируются вообще никак. Вот. Так. Про тортик понятно. Ну что, давайте тогда практику. А потом я чат откручу и посмотрю, какие у вас были вопросы, или они появятся новые, и уже с вами тогда спокойно поговорим. Нет, как только я себя назову гуру, Танечка, ко мне нельзя будет приходить, потому что сколько себя человек называет мастером, как только человек начинает присваивать себе, скажем так, даже не присваивать, как только человек начинает себя соотносить со своим опытом, он останавливается в развитии. Поэтому я каждый раз говорю, если вы увидите, что я открыла школу имени себя, да, или где-то в своих регалиях пишу, мастер эйки, мастер тайских практик, мастер, 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 то можете ко мне не приходить, потому что это значит, что я остановилась в развитии. По крайней мере, так меня учат. Потому что и в суфизме, суфи себя никогда суфием не называет, называют люди, которые у него учатся, потому что как только он назовет себя суфием, по большому счету он останавливается в развитии, он ставит точку. Но мы не будем сейчас углубляться. Давайте сделаем практику для работы с подсознанием. Мы помним, как мы делаем эти практики. Мы возвращаемся в точку «здесь и сейчас», да, мы касаемся себя в зоне пульса, потому что наше сердце работает в точке «здесь и сейчас», и еще потому, что для того, чтобы достучаться в подсознании, чтобы открыть снижение, нам нужно сосредоточить внимание больше, чем на трех вещах. Когда мы сосредоточим внимание больше, чем на трех вещах, то разум свой заслон, как бы, опускать, и у нас есть с просветом. А не пишите. Да, останавливай чат, а потом мы ответим на вопросы. Итак, давайте я вам еще раз объясню. Вы касаетесь себя в точке пульса. Вы слушаете, да, вслушиваетесь в ритму вашего пульса. То есть как прикосновение плюс внутреннее внимание. Вот. Вы закрываете глаза и внимание переводите сюда, а руки здесь остаются. То есть руки чувствуют пульсацию крови, все внимание в зоне груди, глаза закрыты. И слушайте мой голос. Мы настоящие. Мы не искусственные. Потому что наше подсознание всегда знает, истинно или ложно. Врем мы или говорим правду. Поэтому если эмоции идут, мы им разрешаем. Если эмоции не идут, мы их не усиливаем. Итак, мы сейчас с вами сделаем кусочек практики. Илья пока немножечко отдохнет, потому что я приготовила практику для женщин. Я как-то не ожидала, что на стройность придут мужчины. Я буду иметь в виду, и в следующий раз буду готовить общие практики. А пока у Ильи перерыв на чай, а мы с вами поработаем с темой женщины. Потому что очень часто идут комплексы, очень часто идут чувства стыда, очень часто идет чувство самонаказания. Чем хуже, тем лучше. Бывает и такой вариант. Итак. Просто слушаем меня. Я кому-то говорила о том, что жалею, что не родилась мужчиной. Кто-то мне говорил о том, что сожалеет, что не родился мужчиной. Я радовалась, что я не родилась мужчиной. Я радовалась, что кто-то не родился мужчиной Я не хотела быть женщиной Другая женщина рядом со мной тоже не хотела быть женщиной Мне не нравилось быть женщиной К тому-то рядом со мной другой женщине тоже не нравилось ей быть Я сожалела, что родилась женщиной Я думала или говорила о том, как это плохо быть женщиной Кто-то рядом со мной говорил о том, как это плохо быть женщиной. Мне нравилось быть женщиной, я радовалась, что я родилась женщиной. Кто-то рядом со мной радовался, что родилась женщиной. Я думала или говорила о том, как я рада о том, что я женщина. Я упрекала моих родителей, я упрекала высшие силы, я упрекала Бога, я упрекала мир, какую-то реальность за то, что родилась женщина. Кто-то когда-то где-то почему-то зачем-то упрекал Бога, высшие силы, мир, родителей за то, что родился женщина. Я была благодарна своим родителям, Богу, высшим силам, миру за то, что родилась женщина. Кто-то рядом со мной выражал благодарность родителям, Богу, высшим силам, миру, реальности за то, что родился женщиной. Меня как-то притесняли за то, что я была женщиной. Какую-то женщину рядом со мной каким-то образом притесняли, задвигали в угол за то, что она была женщиной. Я подвергалась каким-то гонениям, притеснениям, осуждениям за то, что я была женщиной. Я кого-то подвергала осуждению, критике, гонению из-за того, что она женщина. Кто-то думал, говорил о преследованиях, гонениях, притеснениях каких-то женщин. Мне кто-то говорил, что женщина греховна по своей природе. Я кому-то господинствовала о том, что женщина греховна. Я почему-то говорю, что женщина греховна по своей природе. Кто-то из служителей религии каким-то образом указывал мне на место женщины в этом мире. Кто-то когда-то где-то почему-то зачем-то обсуждал с кем-то о том, что та или иная религия указывает женщине, где её место в этом мире. Я презирала кого-то за что-то. Кто-то презирал меня за то, что я женщина. Кто-то когда-то где-то почему-то зачем-то презрительно говорил о ком-то и упоминал, что она женщина. Я презирала себя за то, что я женщина. Другая женщина рядом с мной говорила мне о том, что она презирает себя, потому что она женщина. Я не любила и не ценила женственность и женщину в себе. Другая женщина была женственной. Я была женственной. Кто-то говорил мне, что я женственна. Я кому-то говорила о том, что она женственна. Я согласилась с тем, что она женственна. Я не согласилась с тем, что я женственна. Я не согласилась с тем, что она женщина. Она женственна. Я была красивой Кто-то рядом со мной, другая женщина была красивой Другой женщине говорили, что она красивая Мне говорили, что я красивая Я соглашалась с тем, что она красивая Я не соглашалась с тем, что я красивая Я не верила, что я красивая Я не была красивой Я согласилась с тем, что я слышала о том, что все женщины, дуры, бабы, стервы, истерички, курицы, бляди Кто-то считал всех женщин дурами, бабами, стервами, истеричками, курицами, блядями Другую женщину кто-то считал дурой, бабой, стервой, истеричкой, курицей, бляди Я расслаблялась с помощью шоппинга Я расслаблялась с помощью еды Я расслаблялась с помощью алкоголя Кто-то когда-то где-то почему-то зачем-то говорил кому-то о том, что лучшее расслабление – это шоппинг, алкоголь, еда Идя в магазин, я покупала ненужное мне барахло Другая женщина, идя в магазин, покупала ненужное ей барахло Кто-то покупал мне красивое белье Я покупала себе красивое белье Другая женщина покупала себе красивое белье. Я покупала себе украшения. Другая женщина покупала себе украшения. Кто-то рядом со мной покупал украшения себе. Я смотрела на свое изображение в зеркале. Другая женщина говорит мне о том, что она любит смотреть на себя в зеркале. Другая женщина говорила мне о том, что она не любит смотреть на себя в зеркале. Какая-то женщина говорила мне о том, что она боится смотреть на себя в зеркале. Я соглашалась с тем, что я боюсь смотреть на себя в зеркале. Я придирчиво выискивала себе недостатки перед зеркалом. Другая женщина рядом со мной выискивала придирчиво какие-то недостатки в своём зеркале. Я накладывала на лицо очень много косметики. Тот рядом со мной накладывал на своё лицо очень много косметики. Я не накладывала косметику, я пренебрегала косметикой. Я была помешана на своей внешности. Кто-то рядом со мной говорил мне о том, как он помешан на своей внешности. Я не следила за своей внешностью. Кто-то рядом со мной не следил за своей внешностью. Я считала себя лучше других женщин, умнее, красивее, интереснее. Я считала кого-то лучше других женщин, умнее, красивее, интереснее. Кто-то когда-то где-то зачем-то, почему-то рассказывал кому-то о том, как он считает какую-то женщину красивее, умнее другой женщины. Я считала все другие женщины соперницами. Кто-то говорил мне о том, что все другие женщины соперницы. Другая женщина считала меня соперницей. Вдох через солнечное сплетение. Вдох через стопы ног. Вдох через солнечное сплетение. Выдох через ладошки рук. Открываем глазки. И помогаем своему подсознанию жестами. Жесты и образы очень часто связаны. Мы снимаем с себя черное покрывало. Мы комкаем его в комок. Очень важно, чтобы все фаланги пальцев были напряжены. Теперь отдельно мы чувствуем напряжение. Внимание держим только на мизинцах. На кончике мизинцев. Теперь все внимание мы чувствуем на напряжении указательных пальцев. А теперь загляните внутрь себя. Вспомните все свои страхи по поводу своей женственности. Просто мельком вспомните эти состояния. И выдохните их прямо в этот хомок. Вспомните все свои обиды по поводу женственности. На себя, на кого-то. Мельком. Только состояние. И выдохните. Вспомните все разочарования. Свои или по поводу себя. Связанные с женственностью. С вашей принадлежностью к женщине. И выдохните в этот комок. Выкиньте все назад. Мысленно обрубите связи. Создайте намерение. Я отказываюсь от опыта прошлого. Посмотрите на себя. Если у вас остались какие-то телесные, душевные проявления. Вам неприятно. Дрожи, раздражения, обида. Какие-то эмоции, состояния. Вдохните. И выдохните. В центре земли. Посмотрите. Все, что вы принимаете в себе. Все, что вас в себе радует. Все, что у вас есть хорошего. Облаком выдохните вперед. Создайте намерение. Будущее улучшается по мере моего приближения. И возвращаемся здесь и сейчас. Это был маленький кусочек из техники отработки шаблонов, связанных с чувством женщины, в технике эмоциональной свободы. Это сложная тема. Вопросы вины, вопросы семьи, вопросы мамы, вопросы женственности. Это всегда достаточно большой комок и страхов, и надежды, и разочарования, и мечтаний. Это всегда работает по чуть-чуть. С этим нельзя работать много. Мы не готовы. Почти все мы не готовы. Я тоже не готова. Потому что там очень много сохранено энергии напряжения. Мы не можем ее сразу выпустить. Все эти темы отрабатываются по чуть-чуть. Мужчина отрабатывается меньше. Потому что если мы отработаем вопросы семьи, мамы и женственности, то, как ни странно, у нас очень сильно расширяется принятие мужчины. И, мало того, у нас меняются приоритеты мужских действий, мужских взглядов, мужских поступков. Поэтому, как ни странно, с мужчиной мы работаем намного меньше. А мама, семья и женственность потихонечку отрабатываем. Вот, кашель и зеватая очень хорошо. Эмоции разрешаем себе. Печень. Печень – это отсутствие доброты. Если начинает болеть печень во время этой практики, это отсутствие доброты к себе. Или вы себя наказываете за что-то. Или вы к себе очень критично относитесь. Это именно отсутствие доброты к себе. Если зевата – это очень хороший признак, это значит, что вы правильно усваиваете полученную, потому что это тоже пакетные передачи. Вы правильно усваиваете. Потому что зевата – это показатель того, что требуется повышенное мозговое кровообращение. И поэтому специально создается вот такой инстинкт – зевнуть, чтобы немножечко сменить пропорции углекислоты, чтобы убрать спазм сосудов, чтобы расширить сосуды и улучшить мозговое кровообращение. То есть это показатели интенсивности процессов там, где они должны быть. Низ живота – это свои разочарования или разочарования по поводу мамы, в том, что касается женственности. Правая нога – это где-то разочарование по поводу отца, скорее всего. Или разочарование по поводу того, что вы не похожи на отца или что-то от него не получили. Вот, потому что он вас, допустим, не вел к алтарю, он вас не научил ездить на велосипеде, он вас не прикрыл. Где-то не поддержал. Это где-то оттуда. А тяжести в плечах – это очень часто показатель того, что вы на себе несете ответственность не только за себя, это ощущение контроля. А за мир, за страну, за работу, за семью, за мужа, за ребенка – это тотальный контроль, который не дает вам в результате реализовывать свою судьбу. Потому что ваша энергия распределяется на то, чтобы уследить за всеми, чтобы всем было хорошо, чтобы, не дай бог, ничего не случилось, чтобы все держать под контролем. Засыпать – это тоже хорошо, потому что есть разные реакции. Ощущение засыпания – это тоже очень хорошо. Это полутрансовое состояние. Тоже иногда нам помогает организм, потому что это один из лучших вариантов принятия информации и отпускания каких-то ситуаций. В левой груди тут несколько вариантов. Один связан с вашим младенческим периодом, а один может быть связан с возрастом 13-14 лет. Сложно сказать. Реологический пропадал пульс – это страх. Это страх по поводу ощущения себя женщины. Это очень глубинный страх. Потому что у нас на страх три реакции. Борись, беги или умри. Вот эта реакция – умри, замереть. И очень часто она приводит к лишнему весу, к диабету, к повышенному давлению. То есть мы замираем, мы спазмируемся. Ирич, очень хорошо. Это вам подсознание помогает. Значит, вы готовы отпустить. Потому что полузасыпательные, такие полутрансовые, ленивые, зевательные состояния – это показатель того, что вы готовы. Достаточно легко отпустить эти блоки. Они уже не так важны для вас. Там, где важно, там начинаются болевые спазмы, там начинаются эмоции, там начинается раздражение на меня, когда это кончится. Кому-то не нравится мой голос. Кому-то срочно хочется почесать нос или налить себе чашечку кофе. То есть хочется убежать, хочется прекратить. Бывают разные реакции. Работать с собой – это базовый рефлекс, из него не выберешься, но можно потихонечку. Внутренние силы – это вопрос внутренней силы. Да, конечно, контроль всегда причиной лишнего веса. Но часто. Конечно, потому что это напряжение. Как просто с большим страхом есть разные методики. Я очень люблю работу с подсознанием, потому что… Или живорода Славинского, потому что очень часто, если вы знаете конкретный страх, конкретную ситуацию, где этот страх получили, его можно убрать за 3,5 минуты. Можно прописывать, можно представлять действительно смешные какие-то варианты развития. Можно увеличить его максимально. То есть вот большая собака, большая, только морда собаки, только зубы собаки, только глотка, и дальше уйти в молекулы, атомы, то есть переиграть для мозга образ страха. Когда-то там на клеточки, на мышцы, сухожилия, кости, и уходит тогда базовый образ страха. Он растворяется. Но в зависимости от ситуации работа идет по разным направлениям. Так сложно дистанционно. Не знаю причин, не знаю вариантов, дать общий. Девочки, скажите мне, ладно, по технике, по стройности, по курсу. Я сейчас, конечно, подниму чат, но он там очень сильно не поднимается. Какие у вас есть еще вопросы, пока я здесь, пока я могу на это ответить? Да, вот еще буквально 2-3 минуты, потому что человек у меня как бы... Травмы ног. Не туда идете? Несколько вариантов. Возможно, не туда идете. Возможно, вы не отработали, если травма, допустим, левой ноги, вы не отработали вопросы с мамой. Или мама хотела кем-то, чтобы вы кем-то были. Или вопросы приоритетов. Если правая, то с отцом. Если левая, то вы не верите себе очень часто. Вы не доверяете, вы идете за общественным мнением. И иногда это вопрос остановиться и заняться своей жизнью. Иногда это даже не тот путь, а иногда это показатель, что, может быть, надо остановиться и передохнуть. Потому что иногда бывает путь твой. Но не место и не время, как говорит мой наставник. Потому что даже вопрос одиночества. Если вы боитесь взглянуть на свою жизнь, то иногда душа специально не дает вам отношений с мужчинами, потому что вы займетесь мужчинами, семьей, чем-то еще. Вы должны заняться собой. Иногда дается пауза в несколько лет даже, насколько вы справитесь. Для того, чтобы вы побыли в одиночестве и занялись своей жизнью. А мы на свою жизнь очень часто боимся честно смотреть. Мы от него убегаем. Мы когда-то потом. Я завтра над этим подумаю. Я завтра обязательно что-то по этому поводу пристрою. И вот это убегание очень часто, если у вас есть большой потенциал, то душа вас оставляет в одиночестве, чтобы вы наконец занялись своей жизнью. Как записаться на сакральные практики? Вот видите, клуб сакральные практики. То есть вы можете успеть на пятый сезон или вы можете купить записи предыдущие сезоны и послушать, насколько вам подходит. Потому что очередной сезон будет в записи. Следующий, да. Вот мы его в октябре будем. В сентябре я уезжаю, а в октябре я приеду, мы будем его делать. О предыдущей записи? Рожив 35 лет. Верю. Верю, Риночка, потому что, конечно, опыт наших разочарований, почему мы отказываемся от опыта прошлого? Для того, чтобы многое встречать с других реакцией. Более в копчике, вы недовольны своей семье. Что-то в соотношении вашей семье. Копчик – это всегда… Ну, смотрите, если это не крестец, а именно копчик, то вы слишком заиграли с эзотерикой. Потому что копчик очень часто связан с магией, как ни странно, с магическими способностями. Причем это не магия в том плане, что это ритуалы, свечи, благовония. Это умение голосом ввести человека в нужное состояние. Это умение определенной трансформации, иногда даже подсознательно. Человек даже не замечает о том, что он занимается магическими преобразованиями. Это называется магия в эзотерике. Просто мы немножко неправильно понимаем магию. А если это крестец, а не копчик, то тогда вы недовольны своим отношением в семье. У вас есть очень большие проблемы. И очень часто эти проблемы связаны с вашей гордостью, с вашей категоричностью. Вы хотите только так или иначе. Пока прочитай, пожалуйста, вопросы. Сейчас я отвечу. Тут я тоже параллельно читаю. Хорошо, ты пока прочитай. Я пока отвечу. Смотрите, ребят, еще уточнение. Вы спрашиваете про курс похудения. Он сейчас стоит 3 тысячи. Это цена со скидкой. После 9 числа он будет стоить 4 тысячи. То есть получается, скидки на него дополнительного промо-кода нет. Но он, вот сейчас цена со скидкой. Поэтому вы имеете возможность. Больше никто такой возможности иметь не будет. Потому что 9 сентября, во вторник, цена будет 4 тысячи. Вот это для тех, кто спрашивает по скидкам. Еще я сейчас по сакральным еще скажу. Вот Татьяна спрашивает. По сакральным практикам. Я вам рекомендую сейчас приобрести вот этот курс, который будет. Пройдите, там будет написано. Пятый курс. Он начинается 10 октября. Но я скажу, что он начнется раньше. Начнется моим занятием. Я не знаю. То есть он начнется раньше. То есть он начнется в конце сентября. Просто это действительно сакральные практики. Курс. Но для тех, кто хочет еще и со мной общаться, некоторые приходят на истинные. Я вообще нигде не выступаю. Только вот на этом сакральном клубе. Поэтому я рекомендую взять вам именно пятый курс. И потом со временем докупить предыдущий. То есть если вы попадете на пятый курс, это не значит, что вы ничего не поймете. Вы все поймете. Просто можно будет потом докупить. Просто всегда живое, оно всегда интереснее об этом разговор. Все, Алена, я тебе передаю микрофон. Это вот под... Значит, смотрите... Ссылки предыдущей записи должны быть там же. Суфистские практики, конечно, желательно в последовательности. Да, потому что... Как бы мы там идем сначала. Но на самом деле вы можете спокойно с нами пообщаться. Вы сейчас живую. Если вам понравится, купить первую, вторую, третью, четвертую. Потому что, конечно, весь комплекс, это весь комплекс. Я стараюсь не повторяться. Мы каждый раз говорим о разных вещах. Но и сами по себе каждая отдельная практика как бы несет большой потенциал и достаточно большое развитие. Поэтому если хочется вживую, потому что вживую вы успеваете задать какие-то свои вопросы, уточнения. А в записи вы только в записи слушаете. Чтобы пить, нужно больше воды. Пить совсем не хочется. Два варианта. Или вам вода не нужна. Потому что суфи как раз не придерживаются вот этого мнения, что надо пить 2,5 литра. Они говорят, надо слушать себя. Как суфи не придерживаются того, что после еды пить нельзя. Они говорят, посмотрите на животных. Вот у меня две собаки. Они поели, они пошли попили. То есть есть инстинкты, которые как бы показывают своего природы. То есть есть вариант, что может вам нет необходимости столько воды пить. А второй вариант может быть показан то, что у вас почки плохо работают. Когда почки плохо работают, да, они слабые. Они не хотят пить. Их надо учить пить по чуть-чуть. Поэтому тут может быть два варианта. Если про ушки, то это может быть вариант сосудов, которые связаны или со щитовидкой, или с тем, что у вас ушел шейный позвонок. Или заблокированный плеч. Третий вариант может быть. У вас может быть заблокированный плеч, ушла шея, то есть нарушение мозгового кровообращения, вопроса сосудов. Или может такие вещи давать щитовидка. Так что... С ногой, да, такое бывает. Видите, организм справился. Да, пятый курс можете оплачивать. Ну, потому что, возможно, вам нужно возрослеть, Ирочка. Возможно, у вас не хватает действий. Вы боитесь шагнуть, или вы боитесь даже сесть и подумать, а чего вы на самом деле хотите в жизни. Вы хотите жить с тем человеком, что вы живете? Вы хотите работать на той работе, что вы работаете? Не знаю, что надо бросать сразу. Мне как раз против резких таких моментов. Кстати, вот я только что вспомнила, кто-то там спрашивал, как я отношусь к разгрузочным дням. Очень хорошо, к однодневным голоданиям еще лучше. Потому что к однодневным голоданиям и разрушенным дням это не диета. Это мягкий стресс и очистка для организма, который великолепно переживает. Это тренировка. То есть на один день у нас всегда есть запас гликогена в печени, поэтому это не стресс для организма, но это такое встряхивание маленькое. Это микростресс, скажем так. Если издалена матка, костно может похудеть. А почему тут матка? Да, у вас проблемы с гормональным фоном, но тем более вам надо заниматься. Потому что гинекология очень часто влияет на объем. Кистозное образование почти всегда. Минут через 20, да, потому что вот снижен белок, о котором мы говорили, и гормональные нарушения, и чувство насыщения приходит запоздание. Чувство наполнения, даже не насыщения, а вот такое, что все, закрылась кубышка. Да, конечно, организмы могут быть разные. Мало того, на самом деле, это же тоже бизнес с водой. Поэтому давайте скажем так, что есть статистика, когда человек пьет много воды, ему становится хуже, и усиливаются многие заболевания. Поэтому в среде хорошее чувство меры. И я тоже не пью 2,5 литра. Литр я выпиваю, наверное, в день. А 2,5 литра я тоже не пью и насильно себя не заставляю, потому что летом мы правильно пьем больше. Мы потеем, мы выводим. Зимой мы пьем меньше. В разных состояниях мы пьем по-разному. Мы разного психотипа, разного физиологического типа. Мы живем в разных климатических условиях. Мы живем в разном ритме жизни. В разных физических нагрузках, в разном питании. Поэтому... Посмотрите, если кистозы яичников и есть заболевания, 20 кг лишнего веса, будет ли похудение? Не знаю, будет ли похудение. Обычно бывает. Но путь у вас будет дольше раза в три, чем у нормального другого человека. Потому что у вас есть слабые точки. То есть у нас девочки получают результат, но сразу говорю, что там, где нормальный человек получает за месяц-полтора, у вас уйдет 3-4 месяца. чтобы вы увидели первый серьезный результат, а потом уже, насколько вы будете заниматься. Когда есть такие проблемы, то понятно, что путь удлиняется. курс мы ухудеем навсегда. Вы худеете навсегда, пока вы держите этот образ жизни. Я каждый раз говорю, что это не диета. Если вы хотите снизить вес и его больше не набирать, это образ жизни. То есть вы отслеживаете свое питание. Допустим, в моей семье и у многих моих клиентов, наши врачи так научили, мы не готовим первое блюдо на бульоне. То есть у нас овощные супы. Потому что бульон, именно экстракт вот этих костей, грубо говоря, это то, что дает тоже объем. И нам вкусно. То есть мы привыкли к этим. Есть секрет, допустим, что вначале нужно капнуть растительное масло, потом луковичку. Когда луковичка распаривается в растительном масле, ее не видно, она в пыль уходит. Суп приобретает такой блюдной привкус. Да? И мы уже пожизненно, как бы, опять-таки, у друзей или в ресторане спокойно ем и телячий супчик, и говяжий, и куриный. Ты не знаешь, что я себе запретила его навсегда. Это значит, что из ежедневного рациона мы убрали какие-то вещи, которые нашему организму не нужны. Поэтому четко поймите. Вот на диете вы можете посидеть и вернуться в разу жизни. И возвращаются килограммы. Если мы хотим что-то изменить в себе и поддерживать, мы должны поддерживать тот образ жизни, который гармоничен для нашей системы. Это однозначно. Тут разовых действий не получается. Да, Танечка согласна. За первый месяц, скажем так, по этой системе килограмм 5-7 вы сбросите. Я сама такая. Если я не вижу результат, мне становится скучно. Если не вижу быстрый результат. Если я не вижу хотя бы через 2-3 недели результат, то я забрасываю. Я сама такая. Нет, воду. Вот, которая с водой кипит. Я прямо из бутылочки масла. И как бы... В первую очередь, луковички не картошку, как моя бабушка, допустим, когда-то делала, а луковичку небольшую. И вот лук, когда он кипит вот в этом масле с водой, очень интересный такой и аромат, и привкус у супа получает. Мы к этому привыкли. Это когда-то меня научили мои врачи, с которыми я работаю, да? Вопросы правильного питания. Поэтому всегда ты меняешь питание, всеняешь какую-то физическую нагрузку. Она небольшая, она не будет больше в день. Да? То есть кто любит больше, пожалуйста. Но она не будет дальше. Вот это, как это, она будет. Просто когда вес уходит, ты можешь сходить, каждый день, каждый день. Минем 3 секунды. Пришла энергия, ушла энергия. Если ты не потратил, чтобы пришло, оно отложилось. Все. То есть невозможно транспортировку сделать. где свои лопатки? Это может быть позвоночник, это может быть сердце. В левой лопатке очень часто сердце. Но это может быть грудной позвонок Д2, который может быть лопатками. Вот такие курищи именно. Как вот у нас кост, или скидка, или иголка, где-то вот. Ну что, мои хорошие, давайте мы на сегодня будем с вами прощаться, да, вот, энергетическими практиками. Мы поговорим об этом, но подробно, честно говорю, давать не буду. Почему? Потому что есть разного образа практики. Нужно отдельно говорить для тех, кто работает с клиентами, для тех, кто работает только сам с собой, для тех, кто работает с клиентами и плюс еще обучает. Потому что энергетика связана с вопросами ответственными, действительно, не кармы, скажем, а в космосе это прожение. И это каждый раз разное. Поэтому это очень глубокие вопросы. Другое дело, что, конечно, мы об этом подробнее поговорим, чем сегодня. Но там, это глубинный вопрос. И почему он говорит, что для специалистов, для тех, кто идет по пути любых, да, про практик, должны быть какие-то отдельные встречи, чтобы можно было какие-то какие-то витериналы. Это вот спасибо мастерам, боку группицы там нам сказали, там сказали, что случилось. Мы приехали со мной, допустим, или с моим клиентом, или я слышу, как друзья, которые занимаются, тоже учатся, какие-то вопросы задают. Я на самом деле из вопросов-ответов больше иногда узнаю, чем из лекций наставника. Лекции не дают по плану, ну, как бы он считает нужным. А на вопрос иногда встречают автоматически. Это узнаешь море информации. Я вам честно говорю, где я училась, из случайных вопросов и ответов я узнаю иногда такие гнигерные вещи, которые меняют мое представление о мире. И потом я уже знаю, что спрашивать. Я прихожу и говорю, а вы говорили. А я знаю, я уже слышала, что вы кому-то сказали. Теперь объясните мне. Да, конечно, вы можете оплатить в понедельник, Леночка. Я думаю, что мы все решим. Ну что, я очень рада, что вы были сегодня. Действительно, вот здесь комфортнее всего выступать у меня естественно всегда, почти всегда. Всегда нет, но почти всегда у меня на этой площадке есть ощущение, что вот я в компании друзей. Поэтому я вам благодарна. Это ретаяние такой расслабленности. поэтому я надеюсь, что мы с вами еще встретимся с кем-то на курсах, с кем-то на этих встречах, с кем-то на сакральных. Здоровья и счастья вам и вашим семьям. И спасибо Наташеньке, что она организовывает наши встречи. Удачи вам, девочки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова